Мы решили организовать своё рандомизирование клинического исследования для того, чтобы строить Д2 и Д3 диссекции в области семьи. Мы нашли значительное различие в терминологии между семьей, концепцией семьи и открытой концепцией, и концепцией Д3 в Японии. Мы решили организовать. Можно, пожалуйста, я ничего не слышу, извините. Ну, если без микрофона, то перевода не будет. Без микрофона перевода нет, я ничего не слышу. Если мы попытаемся сравнить вот эти клинические испытания, мы увидим, что наши коллеги пытаются сравнивать, например, СМИ и Д3 или СМИ и Д2 и так далее. И кажется, что у нас просто недостаёт терминологии. Если мы будем говорить о данных Хоренбергера, то они были собраны в течение 30 лет. Да. Продолжение жизни более 8 лет в Германии на данный момент. И мы решили проводить клинические исследования, подготовили презентацию, безопасность для первых 100 пациентов. Эта работа была представлена в БДЖС, и мы надеемся, что через один или два месяца у нас будут опубликованы данные. Спасибо. Я благодарю вас, это очень хороший вопрос, и вопрос следующий, как и в Японии. Мы делаем то же самое, что мы делали раньше. Мы делаем Д3, Хоренберга операции различные делаем, но так ли это? Я думаю, что мы должны дать определение. Определение Хоренбергера было связано со старыми принципами Холстеда. Чем больше опухоль, тем больше операция. Затем японское определение уделяет особое внимание тому факту, что когда мы удаляем узлы, это может быть радикальное лечение. И чем большое количество узлов может быть удалено для более крупных опухолей. Но японцы очень худенькие, и таким образом иногда, когда они определяют факции, то же самое получается. В нашей ситуации мы должны делать меньше травмы и проводить сокращенные операции, достаточно для лечения, как правильно будет объединить старую информацию Хоренберга и японскую информацию. Может быть, радикальность связана с тем фактом, что лимфатические узлы от опухолей находятся за пределами эмбола, а в пределах эмбола за пределами ничего нет. Если мы определяем эту плокость, не будет травмы, не будет крови и будет прецизионной и высококачественной хирургии. Это можно сделать при испытании. Мы можем измерить качество и целостность патологии. Это никогда не делалось. С Хоренбергером мы можем измерить остаточные эпителиальные клетки в хирургическом поле после СМИ, после обычной операции, когда мы разрушаем фация. Что это значит, типичная операция бескровная? Разрушенные фации. Что это имеет в виду? Я пытаюсь объяснить по плоскости, которую можно сфотографировать, измерить. Как вы знаете, существует пять клинических испытаний, которые проводятся. Одно из них – это сравнение СМИ и типичной хирургии. Что такое типичное? Это вы идёте через жир до узлов. Как вы это делаете? Если мы попытаемся использовать нашу память, что мы проводили при раке молочной железы, мы удаляли все лимфатические узлы, даже в груди. А что касается рака пищевода, мы пытались удалять лимфатические узлы, внутрь гортани и определяли в тракальной области брюшной полости, а рак желудка, если вы помните, была диссекция. Что происходит? Я не знаю никакой локализации опухоли, когда расширенная лифодоноктомия была полезна для пациентов. Были только осложнения после операции. Я думаю, что с колоректальным раком то же самое должно быть. Мы можем говорить о СМИ, диссекции лимфатических узлов, но должны быть данные. У нас нет пока данных. Только логика говорит здесь. Я согласен с вами. И вот почему мы хотим получить данные по этим исследованиям, испытаниям. Некоторые из них хорошо разработаны, некоторые несколько предвзяты. Но если мы не будем увеличивать точность и не травматизировать, мы не будем делать ошибки. Если мы примем, что у нас есть остаточные опухоли, даже на ранней стадии мы должны изменить нашу практику, будем. И я думаю, что это, конечно, не новая, но это усовершенствованные идеи. Мы вскоре это увидим. Я согласен с вами, что необходимы данные. И еще одно. Можем ли мы подумать о классических испытаниях? Помните результаты? 12% серобластов в группе ЛФ и 6-7% в открытой хирургии, 7% конвесии. Уровень конвесии 17%, поразительно. А после операционной смертности 9%. Это ужасные результаты. А лапароскопия была хороша, но долгосрочные, 10-летние результаты не те же самые лучшие в группе с лапароскопией. Почему? Может быть, потому что мы регрессировали травму. Может быть, может быть. Это еще один важный момент. Меньше травматизировать наших пациентов. Это лучше для жизни пациента. И что касается долгосрочных результатов, я также понял, что это очень важно, что это важная часть исследования. Так мы будем проводить. Для проведения клинических испытаний мы должны работать вместе, создать международные сети для того, чтобы качественный хирург использовал качественные измерения. И если вы можете давать качественные измерения, то будут очень хорошие результаты. господин Чортик сказал, что мы должны переходить из одного участка в другой без потери. Большое спасибо за прекрасные комментарии, дорогие коллеги. Пожалуйста, может быть, какие-то другие вопросы будут. Тут, пожалуйста, профессор Доминика, спасибо за ваш интересный доклад и альтернатива. Как часто в вашей практике, в вашем центре вы используете тест ICG при колоректальном раке? Ваши вопросы об ICG, используем ли мы его? Я делал презентацию на прошлой неделе. ICG – полезные инструменты, не более того, потому что нет доказательств, что это хорошая мера. Когда мы используем ICG для измерения восклиризации при ректальных операциях, мы изменяем уровень нашего настомоза примерно в 15% случаев. Но если мы не изменяем это, то у нас возникают наслаждения. Используем мы или не используем мы, мы чувствуем, что это очень важно, но нет эффекта. Гораздо важнее, когда вы используете различные операции. И считать, что ICG очень полезна, когда вы готовите желудочную трубку для операции. Мне нравится лимфа и ангиография для ICG. То есть мы используем небольшие дозы ICG, вводим их в опухоли и работаем с лимфатическими узлами. Конечно, эта система не маркирует опухолевые узлы. Когда если большие узлы, то лимфа как бы застревает, и вы не видите эти узлы. Но если вы видите какой-то один лимфатический садут, вы можете использовать ICG, затем проводить лимфоденотомию, и при ICG определяем эмбриологический мешок. Что-то выходит, что-то остаёт. И если полные пациенты, то очень сложно определить вот этот мешок. И если вы делаете это нормально, вы идёте на узлы, а затем вы проверяете лимфа и ангиография. Там вокруг всё зелёное. Это то, о чём мы говорили. Необходимы данные для того, чтобы продемонстрировать, что мы таким образом лучшие хирургические результаты получим в онкологии. Но это техническое преимущество. Оно очень дешёвое. И да, я использую его очень часто. Продолжение следует...